всех приветствую друзья сегодня 23 0 8 23 это у меня сегодня уже третья попытка 3 представляете как я все-таки доехал целью меня с утра было проехаться по некротическим местам как минимум парочку посетить тут захоронение советских солдат освободителей этой территории от фашизма если кто не знает с началом 22 года этих событий которые сейчас там происходят все знают позже тут начались вандальные действия а ну сами понимаете кто это делает так называют себя эти люди патриотами хотя их я не знаю как назвать но это в принципе не важно в общем первая попытка я уже был тут близко почти доехал у меня представляете а я когда купил велосипед сегодня велосипедная прогулка у меня я болты проверял как они затянут я ни одного болта не смог шевельнуть в общем все четко тут у меня начали уже подъезжают тормоза клинить я следствие велосипеда смотрю одного болта нету накрепления тормозов 2 болт уже немного откручены но я его рукой подтянул у меня ключей с собой даже нету не то что болтов ну и на одних тормозах я поехал домой домой приезжаю представляете вроде все нормально все я нашел болт закрутил второй болт кстати я выкрутил посмотрел там краска была нанесена это чтобы болты не откручивались но тем не менее они выкрутились думаю ладно вышел думаю закурил сигарету думаю пока буду курить пойду пешком ну прошел сколько-то метров памс на кочке цепь слетает то есть я его рукой виду смотрю думаю но это еще чё к чему цепь одел думаю ну ладно вроде все нормально поехал я уже доехал сюда на гору забрался думаю вот пора здесь наверное видео начать что вы думаете раз а у меня сумки с собой нету я когда был закручивался естественно снял сумку закрутил болты все готов собрался и путь дорогу в общем сегодня некротические места дело в том что на сегодняшний день вот есть тут немцы нормально к этому относятся но есть такие люди которые ненормально относятся сейчас мы пойдем посмотрим как я уже сказал освободителям воинам советского союза да я не знаю может быть тут и с украинской территории есть как раз люди но сейчас я вижу вроде все нормально но было информация на меня доходила к сожалению время как всегда не хватает сюда приехать и посмотреть своими глазами вот тут ступеньками вот так вот все устроено я конечно же как вы видели уже весь в защите потому что мало того что такая дата плюс еще места такие сегодня решил посетить ну так посмотрим и с этой стороны наверху пятиконечная звезда в общем то все тут я показал я просто хотел убедиться мне говорили что тут это что-то делали красили еще что-то я хотел посмотреть если в данный момент что-то такое ну вот тут еще на полу пентаграмм у нас находится и сейчас я поеду на следующее некротическое место надеюсь доеду с третьей попытки на велосипеде я немного проехал конечно там буквально где-то около не знаю вось километров восемьдесят наверное я проехал вот сейчас покажу вот представляете болты довольно мощные конечно же я такого болта не нашел нашел другой но это в принципе ничего не меняет не знаю почему нету там граверов я поставил граверные шайбы еще и затянул хорошенько ну ездил уже где-то и по лужам немножко покататься успел в общем то едет неплохо в общем второй раз я вернулся потому что ну на что я буду снимать у меня же сумка вот она здесь стоит здесь бы еще и не забыть и и в общем понимаете снимать не на что и смысла дальше ехать как бы не было мне пришлось второй раз вернуться ну я второй раз ехал я думал ладно я поеду на дальнюю так называемый концлагерь да там ну там расскажу немножко там посмотрим все покажу и думал уже авто со второй попытки буду обратно ехать и сюда заскочу ну вот получилось уже с третьей попытки сюда а теперь поеду туда посмотрим что там у нас интересно ну вот так вот еду на велосипеде слева у нас огромный сад был черешни просто очень огромный справа у нас дачи тут у нас идет тропинка довольно ухоженная там дальше я выйду на асфальт и по асфальту уже как говорится там пойдет попроще затем опять у меня будет грунтовая дорога ну примерно будет что-то такое же яблоки у нас на земле никому не нужны никто не собирает а по поводу вот этого вот трансформатора бурхарди скажу так конечно комментарии интересные очень были где-то познавательные где-то просто очень интересные в плане то что последний там я что еще успел сегодня прочитать это сел говорит покушать ну организм отказался принимать пищу в общем вот такой вот трансформатор трансформатор энергии да но я честно говоря подозреваю что он сейчас даже если и работает то очень-очень слабо но так же хочу сказать что когда я внутри находился особенно когда близко подходил вибрация очень сильно чувствовалось просто ну если люди пишут что через экран чувствовали вибрацию то понимаете каково было мои ощущения находясь возле этого трансформатора ну и как вы сами видели я довольно быстро убегал оттуда потому что рядом находиться было ну совсем дискомфортно так скажем мягко конечно будет меняться как мне кто-то нашел информацию что 5 февраля будет меняться звук так надеюсь может кто-нибудь напомнит или я сам может быть постараюсь где-то себе отметить чтобы не забыть так моя дорога где-то составит до бывшего концлагеря около 9 километров ну все на этом пожалуй я сейчас выключу хотя тут сейчас опять надо будет включать скорость не могу переключить чтобы набрать обороты на другой стороне переключатель вот тут за горкой там внизу ну я понимаю что а нет еще дальше так а как бы мне скорость переключить чтоб не свалиться так меняем руки упс поменял добавляем скорость там пещера не знаю как быстро я до нее доеду я уже не помню давно тут не был когда-то мы там работали рядом ну в принципе тут слева зоопарк остался вот это башня кайзера кстати я узнал как попасть в башню кайзера может быть в ближайшем будущем попаду туда сейчас сейчас конечно я помогаю мотору так как маршрут у меня будет довольно долгий я хотел обратно еще вернуться через эти горы через лес да вот где то я уже по моему подъезжаю вот тут делали моторы для этих для самолетов юнкерс вот эти заключенные тут копали работали вот эта территория странно она открытая так ну бетреттон конечно фурботен сейчас я наверное как сделаем ну ну два шага проскочу до поворота гляну как далеко уходит это все дело в общем в общем сюда группами ходят ни разу я не попал как-то не дошло до этого дела ну куда то туда уходит блин далеко уезжать тоже опасно сейчас где то выйдут меня закроют блин я тут останусь как я потом через такой высокий забор буду велосипед перебрасывать я конечно очень интересно хочется посмотреть на лево дорога на право дорога там она развилки знаки так почему открыто там у нас какие то здания короче я даже не знаю честно говоря знаки практически не видно я даже не знаю где тут пещера но она где то тут есть где делали эти моторы ладно поехал я все-таки до концлагеря вот я и доехал вот под тем горам мы ходили с Михаилом туда на самый верх забирались там мы искали такой вырез в скале в песчанике прямоугольный что самое интересное я сегодня посмотрел той фотографии уже нету ее убрали то есть у нас маршрут лежал там где то вот за этой горой там есть возвышенность потом мы пешком ходили сюда я не знаю как я тут на велосипеде все это дело проскочу представление не имею интересно бы конечно это тут дорога прямо потом где то там через горы даже не знаю куда я там попаду и вот он вот этот бывший концлагерь по информации там немного я немножко глянул информацию там люди тут жили от двух до трех недель в общем очень мало сейчас я пройдусь туда пешочком потом наверное поеду через лес не знаю еще но вот тут такое дерево сделали в общем пока ничего остатков особо не вижу там слева парковка сейчас пойду дальше посмотрю что мы можем увидеть там вот тут у нас пару карт с небольшим описанием ну в принципе читать мне как всегда некогда тем более на немецком то я совсем медленно читаю тут у нас гранитные глыбы и там я вот вижу какой-то остаточек виднеется я в общем-то тут был уже но как-то очень давно по-моему ага 2004 год по-моему я тут был в общем где мы вот там я ехал я говорил там мы там дорогу ремонтом занимались и в тот год по-моему это 2004 был в тот год мы когда делать нечего соответственно ходили тут бродили со Штефаном и сюда забредали в общем сейчас дойду там включу камеру да это не остаток это тут уже современники налепили там стоит дальше палатка какая-то там вагонщик для рабочих или 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 даже не знаю что там вагончик стоит непонятный вроде как жилой там ну тут вот столбики наверное только бетонные остались остались пока я тут никаких остатков не вижу в общем жили они тут катакомбы разные ну и скорее всего то где моторы делали для этих для юнкерсов или собирались делать я даже не понял успели они начать или не успели такая вот такой вот прямоугольничек стоит смотрите сами ну там конечно кирпичная кирпичный остаток возможно сейчас я подойду туда ближе вагончик стоит пасека не пасека непонятно мужчина солнечная батарея ладно сейчас подойду ближе да друзья смотрите какая погода и какая шикарная природа скажите придет придется на какое-то некротическое место еще и показываешь какие-то руины смотрите какая шикарная погода и природа а это скорее всего ну я так подрезервирую а тут для рабочих все поставлено ну вот какой-то тут остаток ну может барак был может еще что-то было что-то в форме ванной было и там что-то похоже такое что было выйти что-то мой стабилизатор заключил сейчас я его выключил перестартую похоже стабилизатор надо новый покупать совсем он стал барахлить ну что это не знаю там посмотрю может там написание есть если я конечно разберусь что там написано ну в принципе сейчас туда проеду наверное туда потом туда в общем покатаюсь немножко в общем немцы написали так много блин в общем лагерная кухня тут была в двух словах я скажу коротко и понятно так поехала дальше ну а тут друзья вообще в форме куба установили интересненько конечно вот такой вот куб так у нас идет тропинка прямо еще и я вижу еще какие-то сооружения но опять же это уже современные мы там вот слева сейчас мы сначала прямо проскочим а потом поедем налево не знаю что тут вот еще какие-то ступеньки кроме кроме ступенек я пока ничего не вижу а ничего и нету ну тут какая-то площадка вроде как бы что-то тут типа было что когда зачем ну скорее всего вот на том плакате написано там дальше что у нас вижу какой-то деревянный что ли остаток сейчас проскочим туда и потом наверное так круг тут скорее всего и сделаю ну вот тут типа остаток барака ну конечно же я очень сильно сомневаюсь в этом что это в реальности остаток а вот бетонные столбики вполне возможно с тех времен и стоят так ух ты я не знаю туда я заскочу нет ну я-то конечно заскочу вопрос вот с одной рукой каково это будет не ожидал что тут столько кочек лучше я выключу раскачал на эти ступеньки и тут слева у нас еще какой-то остаток с похожими баночками ну скорее всего подозреваю тут какая-то умывальная была потому что бортики очень низкие вполне возможно ну в общем я не знаю кстати тут что-то описание почему-то нет на еду дальше ну ну вот вам чистая некротика добавили немножко железа на старое дерево все не надо запариваться нам железную конструкцию истории строить просто поставили столб дряхлое дерево дряхлое дерево вот он и готово выполнено быстро просто дерево интересно это было сюда притащина или оно тут росло его умертвили или как это все это дело делались конечно же сейчас мы не узнаем вряд ли найдем мы того кто это делал ну и тут плита прямоугольная я попробую прочитать в общем советские тут захоронены так еду от этой некротики дальше смотреть ну а погода посмотрите где-то местами тут вот немножко друшновато а где вот ветерок чуть-чуть продувает ну прям просто прекрасно так идем дальше ну а тут столбики хорошо сохранились о проволоке я конечно ничего не скажу возможно это уже потом еще раз намотали так у нас следующий ой 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 много кочек одной рукой тормозить неудобно как бы не навернуться так и тут у нас слева еще один типа барак с тех времен ну все может быть конечно почему бы и нет так а где этот памятник тут у нас это справа был уже не вижу резко направо или как ну конечно без мотора я бы конечно тут бы так покатался все-таки все-таки мотор киловаттник довольно мощный но горы прет очень неплохо ну посмотрите тут ну вот собрались территории камни я так понимаю скорее всего с территории насобирали тут понаставили табличек Зауль Макс Юсуф в общем имен много латиницей написаны Густав Матьёс и так далее и так далее года 1895 45 1909 45 ну в общем дата заканчивается у всех насколько я вижу 45-м годом начало жизни у всех разное мы тут так там у нас разные страны видать кто с каких стран тут побывали Польша Устерайх Австрейда Унгурн Усса и так далее так а где в СССР я не вижу упор Совет Унион или как они обозвали то в то время Советский Союз Альбан Бельгия Бельгия ДОЙЧЛАНД Франк Рай Франция Италия Югославия Люксембург Люксембург Нидерланды Нидерланды Астерайх Полен Португаль Румыния СССР 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 Они не стали Републики Переписывать Просто Совет Унион Ну понятно Республик было много Так А что тут У нас за трехугольничек Интересный Причем Он Вы видите Как повернуто Интересно Сверху Букв не хватает Ну вот такая вот Вот такая она форма Незаостренная Вот там у нее заканчивается Трия нету Так Что мы еще тут посмотрим Что-то я с той стороны видел А там что-то Вроде Вечного Огня Тут Как бы выложено Четыре Потом два Один в сторону Как-то отнесем Вот эти Квадратики с камней Так Тут хорошо Погода Просто шикарная Вот тут Тут еще отлично Ветерком слегка обдувает А вот тут вот еще Такие металлические пластины Кучу наложили Тотен Лагеря Берг Ну короче мертвый Лангенштейн, так скажем, в двух словах. И там ваза какая-то стоит, что в вазе, я, конечно же, отсюда не вижу. Хорошо, я что там поверну, по ступенькам, не надо мне подниматься. Ну вот, тут закончил, там еще как бы есть, по-моему, туда дальше, да, либо я тут сейчас проскочу, либо надо будет объехать оттуда, ну, смысл, оттуда объезжать, а там уже был. Наверное, сейчас я тут проскочу. Ну, тут в двух словах, не забывайте, в общем, этих людей, погибших. так, в этом, вот, в этом, вот, ну, в двух словах, не знаю, даже одним словом, в этой мясорубке. Так, сейчас там другая мясорубка идет, в общем, уничтожение своими руками, освобождение территории. Ладно, я не буду этой темой касаться. В принципе, все здравомыслящие это прекрасно понимают, знают. Даже можно этого не затрагивать. зомби, они останутся зомби. На обратном пути увидел такую песчаную скалу. Ну, в принципе, песчаник нормальный. Решил подъехать, посмотреть. Вот что-то интересное увидеть. Много надписей. Подозреваю, что тут современных надписей гораздо больше, чем с тех времен. Сейчас немножко гляну, может быть, что-то и увижу. Что-то мне уже не очень хочется через эти горы ехать. Я, наверное, в следующий раз с другой стороны заеду. Но сюда все равно, похоже, надо будет вот по центру. Сейчас попробую приблизить, видно будет или нет. Там что-то такое напоминает, что В общем, на блоки похоже. Очень похоже. На блоки это одна. И вот там на второй что-то тоже очень похоже. Вот оттуда там, правда, хуже видно. Я вот сейчас приближу, а потом сам на компьютере посмотрю. Знаю, что качество будет совсем никакое. Но, по крайней мере, хоть что-то будет видно. Ну вот, представляете, такую ситуацию. Привезли вас сюда. Ну вот, где я только что был. Тут две-три недели и все. И до свидания. В общем, тут идет такой своего рода хребет. Вот сколько я вижу. Вот видите, там как бы плохо видно уже, как холмы. Но идет туда далеко. Вам ничто это не напоминает? А может, и тут какая-то стена была. Помните, я показывал стены дьявола там. Но тут что-то очень похоже такой на очень длинный хребет довольно. Возможно, тут совсем ничего не сохранилось. Совсем все-таки город тут с той стороны мы растащили совсем все стены, остатки. Слышу, там что-то лес трещит. Наверное, что-то вывозят. Может, те, которые попадали деревья, буранами посносило. Там, кстати, с той стороны есть была русская часть. И там остатки стрельбищ есть. Я там, конечно, был. Ну, ничего интересного там я не увидел, так скажем. Наверное, через хребет я не поеду. Не зная брода, не ссусь в воду. Вот это я не уверен, что я там. И у меня, похоже, интернет тут закончился. Как бы навигатор включил. Я с Google карты смотрел. Там очень много дорожек, тропинок. И там, в общем, заблудиться. Ну, запросто. Можно просто долго ездить. Ну, если батарейки хватит, нет проблем. А вдруг она кончится и там по горам потом без батарейки ползать? Мне совсем не хочется. Я лучше потом в другой раз, с другой стороны заеду. Ладно, поехал я обратненько. Лес. Все зелено. Погода просто прелесть. И я еду по лесу. Посмотрите, как тут классно. Воздух свежий. Вот тут справа какая-то яма глубокая. Непонятно, не видно какой глубины. Пироги. Вот тут вот. Немножко мы подзаряжаемся энергией. Отъехали от того места. Там-то мы точно по-любому не подзарядимся. А вот тут можно. Да, вот такие вот пироги. Кстати, я заходил на сайт. Попался. Который мне первый попавшийся. Я немного почитал. Ну, понятно, что на других где-то все равно написано. Но на который я попался первый, там о советских освободителях ни слова не нашел. Интересно. Вот так вот. Кому-то уже историю поменяли. Кто-то зайдет, прочитает. Скажет, блин, да где его взяли тут? Что тут советские? Что-то освобождали. Ничего нету в помине. Ни слова о них. Ну, по крайней мере, все-таки там я нашел, где странно написано. Совет Юнион. Советский Союз, так скажем. Вот я пилю теперь обратно. Почти по бездорожью. Ну, или такая дорога, скажем. Которую назвать сложно дорогой. Куда она вообще меня выведет? Я по этой дороге первый раз. Ну, куда-то по-любому я выйду. Я, в общем, не поехал через горы. О, ё-моё, какие ямы. Тут будка какая-то заброшенная слева. А, ну, вот я уже куда-то и выехал. В принципе. И лечу я дальше домой. Вот вот хорошо обдувает меня. Я даже не знаю, справится мой микрофон с этим ветерком или нет. Надеюсь, справится. Так, а куда я выехал? Я даже не понял. Ещё какая-то будочка. лагерь. Ну, да. Вот там у нас Лангенштайн. Там у нас ещё слева горы остаются Лангенштайном. Вот он, Лангенштайн. Тут поля обрабатывают. И тут у нас справа вот это вот бывший пионерский лагерь, который тут разнесли в пух и прах. Лагерь был хороший. Я так понимаю, место классное. И там наверху ещё одна гора. Ну, я её тоже показывал. Где-то на каком-то плейлисту что-то у меня. Камера опять наклонилась не туда, куда надо. Центр не могу поймать. Стабилизатор совсем стал плохой. Плохо работает. Так, как газу дать-то? Ой. Ну-ка, стартуй. Ну, так. Так, а я теперь не понял. А, ну, всё правильно еду. Там у нас опять что-то с водой связано. Кстати, вот тут где-то на горе я на двух картах находил. Есть какая-то ещё башня. Но я не нашёл туда дорогу. Может быть, вот она огорожена там. Хотя вот сейчас я видел, ворота открытые. Возможно, она на какой-то территории. Вот тут где-то наверху башня. Ну, башню Кайзера мы как-нибудь тоже навестим. Знаю, где теперь ключ взять от неё. В общем, вот тут слева такая как насыпь, я подозреваю. Оно плохо видно из-за деревьев. Я так подозреваю, там тоже какие-то катакомбы идут. Вот, вот, вот тут вот. Ну, как бы мы тут ходили, бродили, всё смотрели. Хотя, вроде лес маленький, но я вам скажу, пешочком тут всё очень долго будет. А вот таким образом всё можно гораздо быстрее обойти. Ну, вот и всё, друзья. На этом, пожалуй, всё. Всем удачи, счастья, здоровья, позитивной вам энергии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Поехали.